Доброго времени суток, друзья! Оказывается, санкции принесли вред только самим государствам ЕС. Теперь все эти страны столкнулись с проблемой нехватки древесины. И теперь не знают, откуда им взять полезные ресурсы. Обозреватели из Китая рассказали интересные новости. В один прекрасный день страны Евросоюза решили, что отношения с нами стали хуже некуда и пора проучить бывшего партнера санкциями. Все эти манипуляции потребовались с основной целью – причинить большой вред российской экономике. В общем, Евросоюз совместно с Америкой придумали кучу всяких санкционных мероприятий. И одной из них был запрет на покупку древесины из России. Но в результате страны Европы попали в очень скользкую ситуацию из-за России. А ответ от бывших русских партнеров вызвал бурные реакции со стороны европейцев. Вот, что рассказывают журналисты издания Байяха. Сначала в Евросоюзе очень много шутили по поводу того, как придуманные санкции сразят медведя. И что экономика сдаст свои позиции на многие десятки лет назад. Но ожидания не оправдались, и Евросоюзу стало не до смеха. Теперь вдруг возникла острая необходимость в русском лесе, который, как оказалось, больше негде взять. Сейчас радуется Россия, а Европа ищет пути для приобретения ценного материала. Но пока безрезультатно. Как утверждают журналисты китайских изданий, в Евросоюзе наблюдается острая нехватка древесины. Сейчас сырья на европейском рынке очень мало, и стоит оно дороговато. Самый главный поставщик этого материала на территории Европы – это Швеция. Но запасов не хватает на все государства ЕС. Китай также отказался от сотрудничества в этом направлении. После того, как Россия перестала поставлять важный ресурс в страны ЕС, ее место заняла Поднебесная. Но в связи с последними событиями эта страна также снизила объемы поставок в европейские государства. В результате Евросоюз осознал свою ошибку и пожалел, что так опрометчиво разорвал отношения с важным партнером. Ведь древесину пока что брать негде. А этот материал так важен для изготовления мебели и проведения строительных работ. Планы Евросоюза по поводу больших убытков в Российской Федерации не сбылись. А наша страна, как занималась поставками древесины, так и продолжает это делать. Но только поменяла рынки сбыта. Теперь основные покупатели – это территории Центральной и Восточной Азии. Сотрудники китайских СМИ отмечают, что Евросоюзу очень не нравится, как идут дела у нас. Потому что совсем неплохо, как они надеялись. А вот Европе сейчас приходится приобретать лес по очень высоким ценам. А ваши, какое мнение по этому поводу? Пишите в комментариях и подписывайтесь на мой канал. До свидания, друзья. Не уверен, что кто-то из вас внимательно следит за моими новостями. Но в любом случае уверен, что не будет лишним напомнить. В 1914 году Владимир Ленин написал статью о национальной гордости, которую либералы в начале перестройки начали буро обсуждать и обвинили вождя всех возможных грехах. Небольшой экскурс в историю необходим для понимания ситуации. Давно пришло время, когда необходимо понять независимо от периода времени, что окружающий мир воспринимает нас и винит в других подобных грехах. Опять же, небольшой экскурс в историю Казахстана не было бы как государства, а казахов как национальности, если бы не усилия царской Российской империи. Фактически этот народ не было бы. Теперь с тех времен утекло много воды и в благодарность народ Казахстана стал благодарить Россию культивированием национального превосходства над остальными народами бывшего СССР в прошлом. А в настоящее время они начали предъявлять требования к России, повышение арендной платы за Байконур, развернуть реки Сибири в их строну и много чего еще. На мой взгляд, поведение руководства Казахстана напоминает 90 годы в России, почувствовав безнаказанность и поддержку Запада, начали заниматься вымогательством. Конечно, там тоже много левых, взгляды которых не совпадают с позицией Такаева, который с Россией не хочет портить отношения, но и с Западом ругаться не хочет. И его можно понять. Но все же, примером тому служат новые условия по аренде участка, по которому проходит железнодорожный путь Иссекуль-Горбунова протяженностью 203 километра. При этом важно учитывать, что во времена Советского Союза Казахстан был дотационным регионом, который содержала Россия за свой счет. Единственные республики, которые сами себя обеспечивали на тот момент, были Беларусь и Россия. Остальные ныне существующие независимые государства жили за счет этих республик. Стараниями либералов, пришедших к власти в 90 годы, этот участок перешел во владение Казахстана. При этом содержит его в исправном состоянии Россия. Именно Россия его обслуживает и также создала рабочие места для жителей этой независимой республики, прошу прощения, независимого государства. То есть вливают большие суммы. На настоящий момент стараниями нашего президента, обеспокоенного безопасностью нашего государства, принято принципиальное решение о создании альтернативного железнодорожной сообщения. Так Казахстану было показано, что денег на содержание этого участка больше не будет. И данная инициатива преследует несколько целей. Поскольку железнодорожная дорога будет пролегать по территории России, отпадает необходимость платить аренду Казахстану. Во-вторых, этот проект создаст рабочие места для россиян. В-третьих, это безопасность нашей страны во всех предполагаемых смыслах. Дорога будет проложена по территории Курганской, Тюменской, Омской и Новосибирской области путь Коновалова – Татарская. Кроме вышеперечисленных преимуществ, этот путь, имеющий важное значение, объединит европейскую часть России с Восточной Сибирью и Дальним Востоком. Таким решением Россия, кроме экономической выгоды, получила и преимущество. Казахстану со всей его многовекторностью стоит задуматься, куда он придет со своим национализмом. А вы что думаете по этому поводу? Друзья, пишите в комментариях и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости. Итак, недавно японцы обратились к России и сообщили, что наш маяк на острове Сигнальный, малая Курильская гряда вдруг перестал работать и теперь японское судоходство в этом районе испытывает сложности. Наши пожали плечами и ответили, что да все хорошо. Не переживайте, кому надо, тот дорогу найдет. Японцы давай возмущаться, договор прошлого века достали. Давайте делайте, говорят. Ну наши задумчиво улыбнулись и приняли меры. И теперь самая сочная новость. С 15 июля Москва останавливает японский промысел морской капусты в районе острова Сигнальный Курилы. Формально мы будем ремонтировать маяк, а в это время японцы лишаются важного для себя промысла. Ниже заявление МИД. Российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приостанавливает с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ. То есть теперь ни безопасного судоходства, ни капусты. Японские СМИ пишут, что это спланированная акция. Еще и обижаются, даже ножками стучат. Рекомендуем японцам поискать капусту в районе острова Хонсю близ Фукусимы. Говорят, что там она невероятно полезная. Мы все уже привыкли к тому, что президент России иной раз делает такие неожиданные заявления, которые потом становятся судьбоносными. Вот и в этот раз Путин резко ответил японцам на их интригующие и на первый взгляд весьма щедрые предложения. Вернее, прозвучавшие слова из уст российского лидера удивили Пекин, там такого точно не ожидали. Журналисты китайского издания Саху подробно рассказали о том, что же на самом деле произошло. Как оказалось, японцы, которые до сих пор не теряют надежду вернуть себе Курильский острово, неожиданно предложили Путину крупные инвестиции. Они даже намекнули на то, что можно вместе развивать там некоторые проекты. Президент резко ответил отказом, сказав, что Россия сама будет заниматься, помощники ей не нужны. К тому же, никто и не собирается возвращаться к теме принадлежности островов. Ведь и так понятно, что Япония тем самым пытается оспорить данный факт. Всем известно, что японцы не прекращают считать Курильский острово своими северными территориями. По задумке, которая закладывалась в это инвестиционное предложение, по бумагах они не претендовали на эти территории, однако планировали постепенно приучать людей к мысли о том, что эти земли принадлежат Японии. Таким образом, они хотели мягко и без лишних волнений присвоить себе острово в ближайшие десятилетия. Однако Путин дал понять, что никто с ними ничего подобного обсуждать не будет. На этом фоне даже вспомнился случай, когда российский президент отвечал на вопросы журналистов международных СМИ. Вы не поверите, но представитель японской прессы озвучил то, что визит Путина на Курильский острово может подорвать все имеющиеся отношения с Токио. Иными словами, он хотел сказать, что если президент России посетит эту территорию, то Япония обидится.